Два слова об Абхазии расскажу, общую информацию дам. Я знаю, что кто-то из вас уже здесь бывал, кто-то впервые, и для тех, кто был, и для тех, кто впервые, всем добро пожаловать, или по-абхазски Пзилла Шабейт. Так что же такое Республика Абхазия? Это независимое, созданное волей народа, теперь уже официально признанное государство, но не всеми странами мира. На данный момент из почти 200 стран-членов ООН с нами дипломатические отношения официально подписали 9 государств. Есть страны, которые открыли свои посольства в столице Абхазии, в славном городе Сухум. Мы его с вами чуть позже посетим, я о нем еще расскажу. В Абхазии все атрибуты современного дипломатического государства. Какие главные атрибуты любого современного государства? Это гимн, герб, флаг, конституция, парламент, кабинет министров, главы администрации. Это у нас все есть уже больше 30 лет. Парламент мы убираем раз в 4 года, у нас многопартийная система, как в большинстве стран. Есть проправистные партии, оппозиционные, нейтральные. В общем, кто как себя вел, того так и выбирает. Парламент небольшой, всего лишь 35 депутатов, главный законодательный орган страны. Вот каждые 4 года везде предвыборные участки открываются. Только у нас облегченная система голосования. Я же говорю, не любим усложнять, когда есть такая возможность. Только один бюллетень, одномандатные округа. А какой кандидат, какую партию представляет, это уже в биографии написано. Тем более, что там 2 месяца идет тревыборная кампания. Там уже знают, не то что его биографию, отца, деда, прадеда и так далее. До 5-го колена. Вот. То есть, только один получается бюллетень. Нет бюллетеня по партийным спискам, чтобы случайные люди не попадали. Парламент не пропалтали, чтобы никого. А вот главу государства президента мы выбираем раз в 5 лет. И в Конституции довольно четко прописано, не более двух сроков, без слова подряд. Поэтому никто не имеет права быть президентом Абхазии в третий раз. Даже если сделал перерыв. Даже если народ попросит, нельзя. Так вот, нынешний президент Абхазии Аслан Георгиевич Жаня уже пятый по счету с начала 90-х. Это его первый пятилетний срок. Уже три года он является главой государства. Ну, если народу понравится, через два года будут очередные выборы, можем его на второй пятилетний срок избрать. А если не понравится, если не оправдает надежда, то можем и другого. Он об этом прекрасно знает. Кстати, такие случаи тоже уже бывали. Предыдущий президент один пятилетний срок отработал. Народ сказал, извини, мы ожидали большего. И выбрали этого. Так вот, а вот самым популярным был первый президент Абхазии. У любого жителя страны, спросите. Звали его Владислав Григорьевич Ардзенба. Безумно был популярен в народе. Я как историк по образованию могу сказать, ну, наверное, не то что раз в сто лет, а раз в несколько сотен лет такие рождаются. Мы готовы были его на руках носить. И молодежь его обожала, и старики, и сельские жители, и городские. И когда пришло время, вот оканчивался второй срок, к нему приезжали общественные организации, и совет старейшин, и молодежные организации, и студенческие, и совет матерей. Умоляли его. Делай что хочешь. Ты еще молод, у тебя богатый опыт. Ну, тебя все обожают в Абхазии. Он ответил коротко и ясно. Сразу видно, он тоже был историком по образованию. Он говорит, какой я пример покажу. Меня рано или поздно не станет. А потом остальные будут говорить, а раз ему можно было, то и мы будем каждый раз под себя что-то менять. Поэтому, тихо, спокойно отработав два срока, пошел на пенсию. Сейчас, конечно, его очень не хватает, но мы его очень часто вспоминаем. Ну, чтобы поделать правила с правилами. Абхазия страна маленькая. Площадь республики всего лишь 8640 квадратных километров. Для сравнения, это в пять раз меньше Московской области, или в семь раз меньше Краснодарского края. Но, как говорится, мало золотних да дорог. Самой западной границей Абхазии является река Псу, которую мы с вами только что пересекли. Она отделяет Гагарской районной республики от Краснодарского края Российской Федерации. С севера по главному Кавказскому хребту Абхазия граничит с Карачао-Черкесией, то есть с другим регионом России. С двумя регионами юга России мы соприкасаемся с Краснодарским краем с запада и с Карачао-Черкесией с севера. Но помимо России у нас есть и другие соседи. На востоке по реке Ингур Абхазия граничит с Грузией. Это километров 200 отсюда, даже чуть больше. Через море Турция, Болгария, Румыния. Короче, соседей не хватает. Когда мы говорим, что Абхазия маленькая, нельзя забывать, что мир познается в сравнении. Как минимум 29 стран, членов ООН по площади меньше, чем Абхазия. Это такие карликовые государства, как Бахрейн, Лихтыштейн, Люксембург, Сан-Марино, Ватикан, Монако, Науру, Вануату, Андорра и многие-многие другие. Так что мы ищем себе многим форум можем дать. Маленькая, но далеко не самая маленькая. Абхазия растянута вдоль Чароморского побережья, с запада на восток на 225 километров между главным кавказским хребтом и берегом Черного моря. Это уже огоньки города Гагра впереди. А над Гагрой возвышается горомом Зышха, упирается в облака. Вообще, на 2 километра на уровне моря. Это еще среднего горя. Приезжайте сюда с апреля по ноябрь. Вас еще и Норицу повезут. И такие места покажут, где горы в 2 раза выше. И даже в июле на вершинах лежит снег, а внизу зелень. Это нереальная красота, но это желательно в летний период. С весны до конца осени. Может даже до середины декабря, если погода позволит. Так что многие приезжают сюда по несколько раз и удивляются, что еще не все успели увидеть. Много объектов. Более 90 озер, более 100 водопадов, 50 древних храмов, а также разные древние крепости и так далее. В Гагре мы с вами потихоньку приближаемся. Но пока мы туда не приехали, хочу заметить. Отъехав от Гараиса, мы с вами проехали уже несколько населенных пунктов. Сначала были 2 села. Гетч-Рибш и Цандрибш. Старинные села, курортные места. Этим селам больше тысячи лет. Там на берегу тоже много объектов. Мини-гостинист, мини-отели, частные секторы. Полно туристов. Особенно в летний период. И на новогодние праздники. Затем мы проехали поселок Холодная речка. Он зависит от того, что находится одна из сталинских дач на возвышенности. А буквально минуты 2-3 назад мы проезжали мимо остановки в виде гребня волны. С правой стороны стояла такая мозаичная. Тут поселок называется Гребешок. У названия поселка Гребешок существует две версии. Первая очень проста. Если отбить от берега на несколько сотен метров, оттуда сдалека с моря посмотреть на рельеф местности поселка Гребешок, нельзя не обратить свое внимание на то, что рельеф это напоминает огромный гребень возвышающего побережья. Потрясающее зрелище, но есть и другая версия, совсем иная. Около 115 лет назад недалеко от этих мест прогуливался близкий родственник императора Российской империи, принц Александр Петрович Ольденбургский. Да, не Ольденбургский, у него были австрийские корни. Его прапрадед приехал в Россию еще при Петре. Они были максимально приближены к Романовым, надо дать им должное вера и правда служили новому отечеству. Это Александр Петрович Ольденбургский, который я сейчас вспомнил, приходился с зятем императорской семьи, потому что он был женат на великой княгине. Но в тот раз он приехал сюда отдыхать не со своей супругой, видимо, принцем все можно. Очень известный случай, когда в самом начале 20 века он взял с собой, ее во дворце оставил дома, а с собой взял свою подругу, ну или, как тогда говорили, пассию, знаменитой балерины Мариинского театра, но не Волочкова, ее туда еще не было, не так она древняя, это было больше ста лет назад. Он взял с собой мотиву Кшесинского, я думаю, вы не слышали. Добывались они природы, дело было летом, зелени гораздо больше, а во второй половине дня поднялся сильный ветер, море стало штормить. И именно в этот момент Кшесинская пришла в голову бредовая идея искупаться в этих неспокойных водах Черного моря. Нет, продолжать пока море успокоится она не могла, видимо, любила острое ощущение. Принц, как человек грезвомыслящий, попытался отговорить ее от этой затеи. Матильда, ты, конечно, хорошо танцуешь, да и выглядишь замечательно, а вот плаваешь не очень. Давай подожжем до завтра, море успокоится, вместе искупаемся. Ну, она была своенравной женщиной, можно сказать, упрямой, а упрямца, как известно, до бронька не доводит. Она осталась в своем, принцом уже не был уступить. Слабак. Она собрала себе красиво волосы в золотую гребень, украшенную ценными камнями и полезла в бушующее море. Хорошо, хоть достойная серфинка с собой не взяла экстремалка. А вот чем закончилась эта история, узнаете через несколько минут, потерпите. С правой стороны надпись Аббата, большими белыми буквами. Это крепость, которая полторы тысячи лет, что века. Не самая древняя, и уж тем более не самая большая в Абхазии, занимает всего лишь несколько гектаров, но воздух тоже солидный. Полторы тысячи лет все-таки. В центре крепости Аббата сохранился действующий православный храм середины пятого века, ему почти 1600 лет. Храм святого Ипатия, каменные стены, двускатная черепичная крыша. Вообще, на планете Земля не так уж и много храмов пятого века, дошедших до наших дней, являющихся действующими. На пальцах одной руки можно пересчитать. Вот один из них находится здесь в Абхазии. Есть даже такая экскурсия по святым местам Абхазии. Такой паломнический тур. Обычно несколько дней занимает. Вот один из объектов этого паломнического тура. Храм святого Ипатия в крепости Аббата. А теперь внимательно налево посмотрите. С левой стороны вы видите красивое здание с часами на фасаде. Среди пальм. Это знаменитый ресторан «Гагрипш». Был привезен сюда по институту и того же принца Альденбургского. В самом конце 19 века его привезли сюда в разобранном виде. Из столицы Австрии, из Вены. Построили без единого гвоздя. Из норвежской сосны вмещает более 500 человек одновременно. Работает с вечера и до последнего клиента. Как сейчас, говорит, финтиперсовый ресторан. В нем когда Альденбургский встречался с их гостей. И в честник устраивал великосоветские приемы. А вот справа от нас мои любимые профессиональные теннисные корты. Да, спорт у нас любят. Не только футбол, единоборство или конный спорт, но и большой теннис тоже очень популярен. А вот в этом здании слева с балкончиком, трехэтажное, прямо над дорогой, снимали первую советскую музыкальную комедию «Веселые ребята» в 1934 году. Туда его телята забегали, Утесово, переворачивая столы. Сам он при этом пел. Хорошо, кстати, пел. Это же Утесов. Ты вообще после Чачи не так запоешь. Ладно, это отдельная история. Почему в Абхазии к Хрущеву такое нормальное отношение, скажем так, его никто здесь не обожает, но и не ругает. А объясню почему. Отдыхая здесь, в очередной раз, Хрущев заметил. Ездит там по Абхазии, из-за дачи, с высокими своими гостями, кстати, Фидели Кастростя пригласил. Вывески только на грузинском языке. И он спросил у руководителя КГБ 7-часного, а что в Абхазии только грузины живут? И он говорит, нет, их только 48%, лет 20 назад переселились еще при Берии. Поздно. Остальные, коренные народы, это Абхазы, живут в диаспорах разные, там, армянско-русско-русско и так далее. А что, говорит, ни одного дубляжа нету, даже на русском языке, говорит, а как же абхазские? А им запретили еще в 30-е годы. Говорят, Хрущев тогда, как такое мы? Мы тут декларируем равенство всех, больших и малых народов, что все равны, что все здорово. А тут такое творится десятилетиями. Немедленно ко мне руководители, отвечающие за все это дело. И первый секретарь грузинского кома тоже прилетел. Не запрещая грузинский язык в Абхазии, для грузинской, переселившейся сюда в диаспоры, разрешили и абхазский, и русский. Знаете, какая реакция была в Тбилиси? Голодовка. И знаете, кто ее устроил? Поэты, писатели, драматурги. Очень известные люди, уважаемые, не политики. А вот именно книги мы любили, кино смотреть или музыку слушать. Мы были шокированы. Точнее, не мы, наши старшие. Нам рассказывали. Многие помнят, что здесь началось 50-х, начало 60-х. Даже, кстати, реакция на вот такую голодовку. Фазиль Искандер, знаменитый абхазский писатель, когда ему запретили на абхазском языке здесь, он почему в Москву уехал? Это его была форма протеста против грузинизации. Искандер сказал так, раз мне не разрешают на абхазском, я буду на русском писать. Но если раз здесь нельзя, я в Москву еду. Он ехал туда, там и остался. Искандер мудрый человек был. Он знал, о чем говорил. Великий писатель, действительно, мы его очень любим. Так вот, там голодовку устроили. Хрущев опять вызвал к себе руководителя КГБ, говорит, чем грузинам недовольны. Давайте мы их сами позовем, и вы у них спросите. И... Мжеванадзе был такой, один очень известный деятель, Никита Сергеевич. Вы неправильно понимаете ту реформу. В 30-х годах абхазы веками мучились. 64-е буквы произносите их алфавит. Несчастные, бедные. А мы им видите грузинские, маленький такой, небольшой, удобный. Нет, Мжеванадзе был такой. В конце 50-х, в начале 60-х. Вес большой имел в интеллигентской среде Грузии. Хрущев опять задумался. Может, я действительно не в свое дело лезу. Ну, не хотят, может. Хорошо, что офицеры КГБ, аналитический отдел все-таки работал. Давайте у абхазов спросим. Давайте. Приезжает нас представитель Адлиба, фамилия. Вот. Он коротко и ясно говорит, Никита Сергеевич, назовите мне хоть один народ на планете Земля, который не хотел бы у себя на родине говорить, писать и учиться на родном языке. Вы как думаете, хоть один народ такой есть на планете? Все, можете больше не продолжать, езжайте. И вот это решение было закреплено. Абхазский язык тоже разрешить. Какие предметы ходить на родном языке изучать в школах? Спросили здесь, сказали. Историю, географию, природовидение, гуманитарные. Вот. А технические науки хотим изучать на русском языке. Физику, химию, алгебру, геометрию. Вот эта программа до сих пор у нас существует. И канал говорит, а хоть один предмет на грузинском хотите изучать? Нет, грузинские 4 миллиона, они не на грани исчезновения. Пускай они сами родной свой язык учат, мы им не мешаем. Но и нам пускай не мешают нас изучать. Вот истоки откуда идут. Антагонизм вот этот. А дальше больше. Там столько всего было. Ну, на окраине Сухома есть такой микрорайон, называется Личкоп. Он такой известный историк, это академик. Инго Роква. Он в своей... Грузинский. Он в своей книге «Тапанимы на территории Абхазии» написал так. Даже в столице Абхазии есть микрорайон с исконно грузинским названием Личкоп. Это похоже на название какого-то грузинского растения на грузинском языке. Видимо, когда-то в древности это растение там встречалось, потому этот микрорайон так и назвали. Да что ему совсем молодой. Тогда еще начинающий историк Станислав Засимович Лакоба ответил. Академику в Москве на конференции в 81-м году. Уважаемый Павле Личкоп, это микрорайон, который был построен в 20-е годы во времена НЭПа. Это сокращенный лечебный кооператив. Что за грузинское? Вы что, с ума сошли? Молодой начинающий историк вот так вот опозорил весь Советский Союз. Тот сам себя опозорил.